22 октября 2018 года и я продолжаю рассказывать еженедельный отчет. На этой неделе Андрей прислал полезную информацию про воздержание. Информация от Михаила Рысака. Я попробую ссылочку под своим видео предоставить. Информация полезная в первую очередь для мужчин и в принципе для женщин тоже. Причем это не только касается воздержаний, но и невоздержаний, то есть и введения нормальной жизни. И плюс еще то же самое. Там Михаил рассказывает, что тему можно переносить и на еду, то есть на голодание. Ну, в принципе, в целом на аскезу и не подходить к этому никак, к аскезе, как к каким-то ограничениям, а к тому, что это что-то даст, как к инструменту. И на этой неделе я начал пить витамины. Решил попить витамины, но это вот то, что рекомендовалось в рассказе Михаила про воздержание. Какие витамины? Это Д, цинк и Е. Ну, это вот для усиления потенции, усиления даже, скажем так, не потенции, а мужской энергии. Ну и в принципе энергии, половой энергии. Хоть я сейчас как бы и на воздержании, но тем не менее энергия, это нужно для того, чтобы из нее извлекать пользу и использовать ее. Это очень хорошая энергия. По поводу этих витаминов еще, почему их решил употреблять? Потому что уже много раз слышал то, что именно вот некоторые из этих витаминов нужно употреблять, потому что их дефицит практически у всех. Витамин Д. Вот Михаил рассказывал в чатике нашим чеснок, рассказывал то, что по исследованиям практически у всех дефицит этого витамина. Я уже не первый раз это слышу. Еще Марина Щелокова тоже рассказывала то, что этот витамин очень важен. Из солнца его поступает довольно-таки мало, но при этом этот витамин нужен для того, чтобы усваивались другие витамины и микроэлементы. Потому что он как бы встроен в цепочку и без него много чего не работает. По поводу цинка, про цинк тоже слышал у Энтони Уильямса, такого американского, ну можно сказать, в каком-то смысле натуропата. Да, натуропата. И он рассказывал то, что цинка тоже всем не хватает, потому что даже те продукты, которые цинк содержит, по описанию, например, дынные семечки, тыквенные семечки, ну и другие продукты, они, получается, по факту сейчас цинк могут не содержать. Потому что из-за экологической обстановки, из-за того, что есть химические всякие вредные вещества, которые, ну просто даже в земле цинк уничтожают. Ну как-то так вот он рассказывал. И важность цинка состоит в том, что лейкоциты, это клетки нашей иммунной системы, лимфатической системы, они создаются, строятся на базе, основной элемент это цинк. Ну вот, в общем, решил я тоже попробовать, попробовать и цинк попить. Витамин D, витамин Е точнее, вот последний, это витамин для кожи. Ну и в целом тоже его рекомендуют иногда в качестве профилактики употреблять. Он как антиоксидант тоже идёт. И по поводу кожи, вот у меня в последнее время, из-за того, что я фрукты сейчас употребляю, хоть и натощак, ну неважно, получается то, что почему-то небольшой диатез бывает. И бывает так то, что там какие-то небольшие трещинки на пальцах бывают. Ну то есть это вот, это свидетельствует о том, что ну как-то вот кожа плохо получается регенерирует себя, регенерирует себя. И витамин Е в этом очень хорошо помогает. Ну вот в частности он, например, есть в облепихе, поэтому если облепихой помазать места с трещинками, то сразу всё быстро заживает. В общем, как бы хуже от этого стать точно не должно. Приобрёл я эти все вещи, ну просто в обычной аптеке. Ну посмотрим, как это пойдёт. Вот так же ещё Михаил Рысак о воздержании рассказывал то, что ещё хорошо бы употреблять в день по 5 желтков. Ну для того, чтобы тоже это всё вместе, там очень много нужных жиров организму, чтобы всё это запустилось и работало. Ну посмотрим, попробуем. Далее, далее мысль. Мысль такая то, что люди у нас в мире делятся на два типа. Первый тип людей страдают кандидозом, кандидой, имеют кандиду у себя в организме, проблемы с ней. И такие люди, чаще всего заложники, они, ну получается, рабы. Потому что, потому что кандида обуславливает, обуславливает. И у человека, ну то есть получается порочный круг, очень сложно из этого выйти, страдает психика, страдает восприятие мира. Очень сложно адекватно воспринимать реальность. И также страдает здоровье, очень страдает энергетика, очень сложно вообще чего-то делать и добиваться каких-то успехов. Ну то есть получается из-за этого, именно из-за этого люди очень часто находятся в таком порочном кругу и не могут выбраться из этого состояния. И поэтому и личный успех очень сложно достигается. Ну и из-за этого вот можно сделать такой вывод, что чаще всего приходится вести такой рабский образ жизни. Ходить на работу и находиться в таком колесе. Работа-дом, работа-дом. Ну и второй тип людей, это те люди, у которых нет кандиды, которые абсолютно здоровы получаются, которые свободны от таких проблем со здоровьем. И они получается, обладают жизненной энергией, могут добиваться много чего в жизни. Они свободны получается. И есть смысл, ну и тоже получается то, что такие люди могут знать и не знать про вообще существование кандиды. Они просто живут и не заморачиваются. И есть смысл прислушиваться к тому, как живут такие люди. То есть, какой у них образ жизни, как они следят за своим здоровьем, какие у них психологические установки, что они, как они смотрят на вещи, как они смотрят на проблемы. Не как на проблемы, а как на задачи. Ну, в принципе, вот полезно за такими людьми следить и учиться вот таких людей. И вот один из таких людей, это Мухтар Гусенко-Джиев. Ну, как я вижу, просто потому, что он в своей жизни достиг и добился. И я вот сейчас слушаю, продолжаю слушать аудиокнигу, его аудиокнигу, которая называется «Верх по наклонной», озвучила Елена Ладная. И очень много там информации, как касательно и здоровья тоже. И здоровья, и отношения к миру. И получается так, что вот у этого человека было очень много энергии на свои личные такие занятия, которые помогли ему пробиться и стать успешным. Так что рекомендую тоже, рекомендую послушать эту книгу и, может быть, какие-то советы из неё тоже пригодятся. Я под своим видео ссылочку на плейлист, на аудиокнигу тоже оставлю. Дальше по поводу мысли, по поводу плесени, по поводу того, что плесень на деревьях. Я на этой неделе сделал видео, показывал плодовые деревья, которые поражены плесенью. И не только плодовые деревья, и обычные тоже деревья, типа берёзы, осины и других, тоже поражены плесенью. Единственное дерево, которое бывает полностью не поражённое плесенью, полностью чистое, это сосна. Но при этом некоторые сосны тоже на коре немножко могут иметь плесень. Но вот бывает так, что сосна, некоторые сосны бывают полностью чистыми. Ну, можете просто отдельное видео посмотреть. И дальше вот насчёт тоже плесени, мысли, по поводу того, как я вот сейчас... Я из фруктов употребляю только яблоки. Ну, вот яблоки домашние, с огорода. И как я их чищу? Я на эту тему тоже сделал отдельное видео. Ссылочку тоже под своим видео предоставлю. Как чищу яблоки? Просто срезаю всю плесень, срезаю все побитые места. Места подозрительные, где может быть плесень. Для того, чтобы её не употреблять. Ну, и плюс ещё мою яблоки тоже для того, чтобы смывать споры плесени. Вот, и раньше я как-то мог и не мыть. Заблуждался. Думаю то, что... Если бы были бы идеальные экологические условия, тогда бы, да, можно было бы не мыть и жить вот в таком, как бы, естественном... Естественном... Природном... Каком-то... То есть, вот как-то вот по природе, да, по тому, как люди... Животные себя ведут, что-то делают. Вот коровы, например, яблоки не моют, потому что, ну, вот как-то... Вот, а люди что-то всё время заморачиваются. Ну, получается, что они сморачиваются, а делают так для того, чтобы обезопасить себя в связи с определёнными обстоятельствами. И вот размышления по поводу плесени на плоде. То есть, если... Вот говорят многие... Те, кто рассказывают про кандиду, про грибки, про плесень, рассказывают то, что если на плоде появилась плесень, то это значит то, что и она... И в нём уже тоже есть, и что её нужно выбрасывать, и плоды, которые рядом лежат, тоже нужно выбрасывать. Ну, то есть, вот такое кардинальное мнение. Мнение есть такое, которое вот призывает всё выбрасывать. Я на эту тему думал, и получается, вот, может быть, это заблуждение. Ведь если дальше так мыслить, то есть, вот, а что говорить о людях, которые поражены тоже плесенью, там, кандидозом, в частности, кандидой. То есть, если, допустим, у человека кандидоз, то что, его нужно выбрасывать, что-то списывать, ну, как бы, и людей, которые там вместе с ним рядом живут, тоже как бы заодно выбрасывать. И у меня здесь какие мысли? Обычно, вот, если есть какие-то такие образования, типа, как на яблоке есть вот плесень, какие-то, ну, можно сказать, опухоли, то что с ними делают? Обычно делают хирургическую операцию, их вырезают. И, как мне видится, тоже есть смысл это делать и с яблоками, и с другими плодами тоже. Ну, как бы, с некоторыми, наверное, другими плодами. Может быть, это как-то не очень удобно делать, там, например, если виноград поражён, то там особо не повырезаешь. Вот, а если яблоки, если, допустим, там, кабачки, как-то что-то вот отрезал и выкинул, и всё, потом помыл, и, как мне видится, такой фрукт или овощ можно употреблять. А если потом, допустим, его ещё термически обработать, то тоже это поможет для того, чтобы очистить плод от плесени. Мысль у меня здесь какая? Это то, что плод начинает портиться либо снаружи, либо изнутри. Снаружи это, получается, захват идёт через воздух. То есть, споры плесени прилетают, садятся на кожуру, и вот через кожуру... А кожура – это как иммунная система яблока или другого плода, она пытается защитить плод. И очень успешно причём. Я вот наблюдаю, яблоки лежат на земле довольно-таки длительно, довольно-таки продолжительное время, уже давно упали. Вокруг листья, вокруг земля появляется плесень. Причём, ну, листья там начинают плесневеть. И если яблоко взять и отряхнуть от земли, от плесневевших листьев, то яблоко, вот сама кожура, она довольно-таки такая чистенькая, целая. Это означает то, что в кожуре очень много таких вот каких-то действующих противогрибковых средств. Вот, ну и получается, да, конечно же, если есть какие-то мелкие трещины, места побоев каких-то, то через них плесень начинает размножаться и проникать внутрь яблокоплода. Ну, плюс ещё есть такие места, как вот у человека, да, можно тоже аналогии такие приводить, типа там родина, типа бородавок, когда вот этот внешний паразит пытался захватить какой-то участок, и яблоко своей вот этой вот иммунной системой на кожуре его как-то закансулировало, и оно осталось вот в таком виде, в виде какого-то рисунка. Ну, вот я думаю, то, что вот эти все места тоже есть смысл срезать. И второй вариант – это когда плесень распространяется изнутри, то есть из сердцевины. Ну, например, если дерево целиком поражено, и плесень уже внутри, то получается то, что и к яблоку вот через сок вместе с питательными веществами может поступать вот эта вот плесень, и получается, её рост развития может начаться изнутри. Вот, но получается то, что вот как я вижу, где-то в середине яблока, то есть вот где-то с середины яблока, портиться начать не может. Поэтому, если вот эти все места повырезать, допустим, там сердцевину заплесневевшую, кожуру заплесневевшую, то, скорее всего, можно яблоко нормально употреблять. Далее, по поводу вот приготовленной еды. Это уже у меня размышления по поводу оптимизации затрат, оптимизации временных денежных затрат. То есть, вот, например, такой вопрос, что менее вредно употреблять? Несвежую еду или свежую еду, но растянутый желудок. Ну, то есть, тут в чём загвоздка? Получается то, что если, ну, вот как рекомендуют много где, много часто рекомендуют употреблять только свежеприготовленную пищу. Ну, потому что она не испорчена. Если пища постоит, то под влиянием вот всяких патогенных организмов, в том числе и плесени, пища начнёт портиться, разлагаться, что логично. И вот Аюрведа, например, если не ошибаюсь, не рекомендует употреблять пищу, которая приготовлена позже, чем 3 часа. То есть, свежую рекомендуют пищу употреблять, которая приготовлена не позже, чем 3 часа. То есть, недавно, как-то так. И получается то, что если вот употреблять только приготовленную пищу, то нужно очень часто готовить. Ну, это как-то тоже неудобно, потому что, ну, приходится, получается, приходится целый день готовить. Здесь тоже, допустим, такая мысль, то, что если, например, один раз в день приготовить, то есть, вот один раз в день приготовить какую-то свежую пищу и один раз в день поесть, то есть, всю эту пищу съесть, большое количество получается, для того, чтобы на целый день хватило. И здесь получается проблема, то, что будет растянутый желудок, что вот тоже часто говорят, рассказывают, что вредно, что нужно кушать маленькими порциями, но часто. И, ну, получается то, что вот это подразумевает, что нужно часто готовить, либо часто подходить к холодильнику и оттуда брать еду уже приготовленную, разогревать её и употреблять. Если, конечно, находиться на сыроедении и употреблять только сырые продукты, то с этим проблем не будет. Но если употреблять приготовленные продукты, то получается, вот есть такая дилемма. И, ну, вот как-то надо баланс, получается, искать. И я вот думал насчёт того, что какие продукты, то есть, как понять, какие продукты можно хранить дольше после их приготовления, какие продукты нужно есть сразу. Вот думал, получается, вот хлеб есть. Хлеб – это такой продукт, который хранится, лежит. И, вот, допустим, если приготовить ржаной хлеб, то его рекомендуют употреблять даже вообще на следующий день, после того, как он немножко подсохнет. Потому что если его сразу употреблять, то он будет заклеивать желудочный и кишечный тракт и даже будет более вредным. Получается, вот какие ещё продукты могут быть? Если следовать логике, допустим, да, что такое хлеб? Хлеб – это углеводы термически обработанные, такие крахмалистые. То есть, получается, может быть, крупы тоже сюда можно отнести. То есть, если, например, сделать условный хлеб из перловки или гречки, то, может быть, тоже как-то можно его будет есть и позже, не сразу. А вот всякие продукты, допустим, животного происхождения, типа, там, какие-нибудь яичницы, яичницы какие-нибудь. Ну, то есть, вот есть смысл на эту тему поразмышлять, опять-таки, для того, чтобы как-то более эффективно тратить своё время, ресурсы, деньги. Время и деньги. Следующая мысль, мысль была насчёт… Вот есть такой совет, рекомендация из древности, мудрость такая, что нужно держать голову в холоде, а ноги в тепле. И я вот думал, что получается, ещё плюс того, что держишь голову в холоде, в том, что там будет меньше возможности развиваться плесени. То есть, ну, развиваться грибкам, потому что они любят тепло, любят влажность. И получается, если держать голову, как бы так, в прохладе, в холоде, то можно будет таким образом защищать самое главное в человеческом организме – мозг. То есть, в принципе, у человека самое главное из систем – это мозг и сердце. Получается, вот это такая, в каком-то смысле, защита. Ещё на этой неделе, ну, даже уже не на этой неделе, уже на прошлой, может, даже ещё пораньше, я дооформил, наконец, статьи. Делал статьи на тему выступлений Ричарда Шульца, нутуропата американского, который рассказывает, как лечить любые неизлечимые заболевания. Сделал статьи на тему его выступлений. Это было… Это его… Он выступал где-то, если не ошибаюсь, в 1997 году. Довольно-таки давно уже. Или в 1999 году. Ну, где-то вот где-то так. Точно не могу сказать. И у него 8 выступлений. В цикле этих выступлений он давал много полезных рекомендаций относительно того, как лечиться. Я ссылочку на общую статью, которая содержит ссылки на статьи по каждому видео, напишу, предоставлю. Рекомендую тоже ознакомиться. Полезная информация. Ну, это вот, да, в качестве общего развития. В качестве того, чтобы понимать, как человек должен питаться, как должен очищаться. Ну, вот в свете натуропатии, в свете мнения Ричарда Шульца. Как я понял, это довольно-таки успешный натуропат. На этом буду заканчивать. Благодарю за внимание и желаю нам, как всегда, здоровья.